Приветствую всех на канале Заготовки и это видео является продолжением рубрики сюжеты Battlefield 2042. Поэтому советую посмотреть все с самого начала, если ты этого еще не сделал, ссылка сверху. А если ты являешься фанатом серии Battlefield, то обязательно подпишись и досматривай это видео до конца. С открытием бета-теста я начну выпускать по два видео в неделю, дабы осветить все, что там есть. Переходим к четвертой части сюжета Battlefield 2042. Третья сторона. 8 мая 2042 года. Где-то в Желтом море. Ос выводит принцип «Меньше знаешь, крепче спишь» на совершенно новый уровень, говорит Маккей, театрально закрывая глаза. Нам телеграфируют место назначений разведданные, которые уместились бы в печеньки с предсказаниями, а мы должны как-то готовиться к операции. Поэтому мы и болтаемся уже два дня в Желтом море, ожидая команды сверху. К счастью суда доходит достаточно новостей, чтобы отвлечь меня от постоянного чувства тошноты. Один из репортеров AUN скоро доберется до нашей посудины и прольет свет на махинации Оза. Примерно в 7.30 утра одна из помощниц руководителя Days and Electrics сбежала с 10 петабайтами внутренних данных компании из главного офиса в Сонгду, Южная Корея, на украденном корпоративном вертолете. Преступница, ответственная за кражу, непримечательная корейская девушка, 20 с чем-то лет. Она подозревалась в причастности к иностранной разведке, скорее всего американской или российской, но это была ошибка. Экономика Южной Кореи в последнем десятилетии редкий пример успеха. Корейцы не просто выжили, они процветают. Однако львиная доля заслуг в этом принадлежит одной единственной компании, Dyson Electrics. Перед аварией в энергосистеме почти весь мир перешел на спутниковый интернет. Когда катастрофа 2040 года погрузила нас в темные времена, этот интернет-провайдер по наземным линиям вышел из забвения с новым инновационным решением для недостаточно обеспеченных рынков. Оно называлось Connet и обещало вернуть человечество в сеть без необходимости заново пичкать небеса дорогостоящим оборудованием. В весне 2041 года через Dyson протекало около 60% всего интернет-трафика, который в итоге попадал в квантовый центр обработки данных в самом центре Сангдо. Для американской и российской разведки подобраться в этот кладезь информации значило бы получить существенное тактическое превосходство. О чем я не знал, так это о существовании третьей стороны, заинтересованной в компании Dyson и завязанной в этих войнах разведок. Дочитав новости, я выхожу на открытую палубу, чтобы проглотить свежий воздух и вижу что-то в отдалении. Горящий черный вертолет с узнаваемым логотипом компании Dyson на борту. Все бросаются к борту корабля в момент падения вертолета, и непримечательная корейская девушка из новостных заголовков опускается на палубу на парашюте. Вскоре я узнаю, что это специалист Пай Джисо, крот неприкаянный, пробравшийся в Dyson по указанию Оза. Пока Каспер и Рао ведут ее на нижнюю палубу, мой мозг работает со скоростью миллионов километров в час. После Сингапура я был уверен, что неприкаянные это отзывчивые аутсайдеры, сделавшие тяжелый выбор в пользу помощи нуждающимся. Ну вот они внедряются в корпорации, технологические гиганты, и обставляют сверхдержавы в их же игре. Возможно, теории заговора не всегда фейковые. И спасибо тебе, что досмотрел до этого момента, мне очень приятно. Субтитры подогнал «Симон»!